Алексей, если можно, расскажите, какая ситуация сложилась вокруг сегодня батальона «Харьков-1» и «Слабожанчина», что на данный момент известно, действительно ли задержан Андрея Инволенко и каковы были обстоятельства задержания? К сожалению, очень мало информации. Батальон «Харьков-1» несет службу в штатном режиме, сейчас патрулируют ребята город, несут службу на блокпостах, то есть все работает в штатном режиме, как положено. На сетях батальона «Слабожанчина», я думаю, они больше расскажут, какие они сейчас задачи выполняют. Да, стало известно о задержании командира батальона, батальонной службы милиции, особенно назначения «Слабожанчина». Причины мне, по крайней мере, неизвестны. Хочу сказать, что мы доверяем своим командирам полностью, знаем их как честных, порядочных людей, уверены, что все будет в рамках закона, будет разбирательство в рамках закона. Правда, все-таки будет восстановлена, справедливость будет восстановлена. Вы говорите от имени бойцов батальона «Харьков-1» и «Слабожанчина» и тех, кто других? Я говорю «Харьков-1» по «Слабожанчине», я думаю, что скажут ребята, я могу сказать по «Слабожанчине» на основании личных контактов с бойцами и офицерами, в том числе и с командиром. То есть, также знаю этих людей, как порядочных, честных людей, представителей действительно новой милиции. Скажите, пожалуйста, у вашего командира проводились ли какие-то следственные действия или в отношении него в связи с тем, что был задержан в рамках? На сегодня я не знаю, по-моему, нет. Насколько я знаю, вот сейчас ждали, что он подъедет сюда, наш командир. Буквально он позвонил, плохо с матерью стало, он занимается здоровьем с питоматери. Но, к сожалению, сейчас не сможет. Я думаю, что в ближайшее время, то есть, ну, буквально, может быть, завтра, в том числе и с участием представителей управления внутренних дел, будет проведена пресс-конференция, где будут даны более детально ответы на все вопросы. Есть ли у вас информация, где сейчас находится Андрей Анголенко? К сожалению, нет. Алексей, скажите, планируют ли представители батальона Харьков-1, если у вас есть такая информация, то батальона Слабожанщина проводить публичные акции протеста? Мы работники милиции, работаем только в правом поле, к сожалению, у нас такого права нет. То есть, массовые акции, там, митинги, пикеты не предусмотрены в вашей миссии? Ну, закон про милицию запрещает нам устроить забастовки и так далее. Мы работаем только по закону. То же самое можно сказать о Слабожанщине? Конечно. Ваши действия, если вы считаете, что Андрей Анголенко не виновен, а его, тем не менее, продолжают удерживать и арестуют на 60-х? Я не могу сказать, по какой причине его задержали. То есть, ну, какая-то информация очень расплывчатая, очень неполная, непонятная. То есть, начиная от самого абсурда какого-то в интернете. То есть, вы считаете, что покушение на Роковы, это, скорее всего, абсурд? Ну, вы не знаете ничего о том, что подготавливались к покушению? Да, я даже думаю, что это невозможно. Скажите, честно, вам заготовили их. Ну, абсолютно смешно. Ну, скажу так, я пришел в батальон, набирались одновременно два батальона, Харьков-1 и Слабожанщина, в апреле 2014 года. С этого времени я знаком с Андреем Александровичем и с Ирием Александровичем. За время знакомства я их знаю как патриотов Украины, настоящих искренних патриотов, не ура-патриотов, настоящих патриотов, которые готовы и жизнью рисковать, и ценой собственного здоровья, собственной жизни защищать свою страну, свою страну Украину. То есть я их знаю действительно как искренних патриотов, скажем так, очень-очень больших почитателей украинских традиций, украинской культуры и украинского государства. Для вас неожиданная реакция Ширяна? Я, честно говоря, не от вас узнал. А с чем вы можете связать это сутки задержания, с вашей точки зрения? Как его можно объяснить? Да сложно сказать, то есть тут только исключительно предположения, домыслы какие-то. Но на самом деле информации никакой совершенно. Вот в этом вот, собственно, основная проблема. Вы понимаете, что у братьев Инголенко был личный конфликт Ширяна, он еще до революции достался? Вполне возможно. То есть я на самом деле ни одного, ни второго, ни третьего до поступления в батальон не знал. Как отреагировали родственники Андрея на это задержание? Самочувствуют матери? Ну, плохо. Вот тут мать перенесла перед этим инсульт. Вот сейчас плохо опять стало. Надеется, что все будет в порядке. Потом командир сейчас занимается здоровой матери. Сергей Анголенко, что он говорит, как он вам рассказывал о задержании? Возможно, просил что-то передать, как он коммунирует его позиции? Он просил передать, чтобы более детальный комментарий. Он постарается организовать завтра, в том числе пригласить представителя управления трех дел. Просил извиниться за то, что не получилось, к сожалению, сегодня, сейчас прибыть сюда. Ему действительно очень неудобно, что так получается. И он хотел действительно встретиться с вами. Как он сам понимает задержание аппарата? Что он об этом говорит, возможно? Он вообще, насколько я понимаю, так же, как и я, наверное, не понимает причины и суть этого происходящего. Или на какое-то из тест на сегодняшний день речь? Пока нет. Наверное, будем к обеду готовиться. То есть все спонтанно довольно таки делается. Что могу еще сказать? Обвинения какие-то действительно очень странные. Вот такие вот, как вот озвучивают, какие-то, про какие-то спецслужбы, еще про что-то. Кто из них вообще находится в Харькове? Я понимаю, что в Шириале официально этих звинувачий немае. Там про каких-то депутатов, про каких-то волонтеров не ясно. Алексей, учитывая, что в Шириале официально это спецподразделение милиции, то есть получается, что обвиняется покушение на непосредственно руководителя самого высокого. То есть обвиняют подчиненных Авакова в покушении на Авакова. В связи с этим, какие заявления готовит слабожанщина? Может быть, вы знаете? Ну, скажем так, не заявление, а если посмотреть на нашей страничке в Фейсбуке одно из недавних интервью нашего командира, в вечернем Харькове, если я не ошибаюсь. Там четко высказана позиция, поддерживающая действующее руководство. Вот. То есть все в действующем, в соответствии с действующим законодательством. Ну вот евро-насерасы говорят, что вы батальон, любимчики и нелюбимчики Авакова, батальон Авакова и Харьков-1, и слабожанщина. Как соотносятся с таким положением милиции покушения меняемое? Я тоже этого не понимаю насчет... У нас действительно было, что вы батальон, который поддерживался личным министром, либо... Нет, отношения у батальона или с у кого-то? Сейчас поясню. Батальоны вообще были созданы министром. Приказом министра они были созданы, когда была пиковая ситуация, в том числе и в Харькове были созданы наши подразделения. Отношения, ну, последние визиты в министерство, нормальные, дружеские объятия, рукопожатия, то, что я видел, по крайней мере. Между командиром? Между командиром, министром, да, конечно же. Яна Голинка? Да, да. В том числе и награждение. Сына Енголинка, вы общались после случая? Сейчас, нет, сегодня я не разговаривал еще. Алексей, где же она сейчас вообще? У вас в курсе, где находятся? Я сейчас не знаю, где она. Алексей, слышите, пожалуйста, последний визит Авакова в Харьков. Был ли прямой доступ, возможно, к ваших батальонов или Харьков-1, или слабожанщины, как охране, или к чему-то, чтобы можно было заподозрить, что вы можете подойти к министру? Нет, нет, мы, поскольку, насколько я знаю, встреча проходила в районе университета внутренних дел, где-то, насколько я знаю, в том районе мы даже службу не несем. Ну, то есть, насколько я поняла из ваших слов, в общем, никто не знает нигде, Андрей Александрович, не, что будет дальше, и не, собственно, за что его задержали. Вот, да. Прежде всего, что планируем, это разобраться в ситуации, добиться того, чтобы ситуация была в правовом поле, строго в правовом поле, ну, вот, ну, и в дальнейшем действовать в соответствии еще здесь, в законодательстве. Олеси, у меня вопрос такое, завтра вы планируете пресс-конференцию, еще и планируете ли вы запросить представителей управления СБУ в Харківской области на ней, потому что, власне, они, если инициаторы, запрямленные планируем обновлений? Ну, мне важно... Чтобы они нам дали информацию про те, власне, а что отбудутся? Ну, власне, мы бы також хотели мати такую самую информацию, что отбудутся. Может, по причине? Я думаю, так. Тобто, в принципе, я вважаю, что запрошивать треба, якомога, больше людей, оскільки, чем больше открыто будет працювать правоохранная система, тем больше качественно она будет працювать. Это был арешт, сделанный СБУ, или СБУ плюс прокуратура? И если прокуратура, то еще я. Насколько мне известно, возможно, это была військовая прокуратура, но это попередная, так, не 100% информация. А кто, я бы подружил конкретно, затримал пана Ернголенко и разброю в Службожанщину на месте дислокации? У меня, на жаль, нет такой информации. В любом случае, я вважаю, что разброющее подразделение подраздела, который стоит на защите на разе Харьковщины, это, в принципе, аж никак не додает, скажем так, стойкости нашему региону. И архимизм нашему региону. Так же сложно сказать. Сейчас, ну, перейдет обыск в помещении, в доме Службожанщина и в доме Андрея Александровича. Известно, когда примерно он закончил свои выставления? Ну, обычно такие вещи вообще не предсказуемы. А кто проводит обыск? Представители каких суток? Тоже не знаю. К сожалению, нет информации. Могу попытаться сейчас узнать. А кто по закону про милицию может раздроить подраздел милиции? Ну, прежде всего, для этого нужна прокуратура. А физично? Ну, физично для этого можно заложить... Управление... Физично, если для этого есть прямая вказка начальника, того, кто выдавал зброю, або есть санкция прокурора, або решение суду, то, ну, такие випадки. А это все равно действует силами милиции? Не обовязково. В СБУ, возможно. Кто в данном случае, я действительно не владею информацией, мне сложно что-нибудь сказать 100%. На жаль, такая ситуация. Но, на мою думку, чем больше к этому вопросу будет уважения, засобей массовой информации, тем больше шансов, что не будет происходить никакого замовления, не будет происходить никакого политического расправа, а все будет суто в правовом поле. Спасибо. Чи ви вважаете, просто це не перше звенувачення на адресу пана Моголова? Чи не вважаете ви, що це може бути вигідно? Кому це може бути вигідно? Тому що звенувачення, воно, звичайно, вперше. Припустити, що це комусь вигідно, що це замовлення, в принципі, цьогодні можливо. Тому що та, по крайней мере, та інформація, яка зараз є в відкритих джерелах в інтернеті, вона, в принципі, переважно просто абсурдна. І цілком можна на підставі цього припустити, що це просто якесь замовлення. Хоча більш детально подивимося, які будуть офіційні звенувачення, які будуть офіційні взагалі підстави для даних дій. Подивимося. Дякую. 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 Дякую.